Добрый вечер, итоговый выпуск новостей в прямом эфире Тегил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Реконструкция трамплинного комплекса на горе Долга идет по графику. Сегодня ознакомиться с ситуацией приехали министр культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Вместо игровых зон шест для стриптизов, взамен детского меню винная карта. Скандально-торгово-развлекательный центр «Стар» на обсуждении чиновников администрации и Сергея Носова. Ее величество зубная щетка появилась в Нижнем Тагиле. В рамках социальной оздоровительной программы стоматологи в тетрализованной форме рассказали детям, как ухаживать за полостью рта. Теперь подробности. Реконструкция трамплинного комплекса на горе Долга идет по графику. Сегодня ознакомиться с ситуацией приехали министр физкультуры, спорта и туризма Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Подробности далее. Один из лучших комплексов в мире должен появиться к концу этого года. Здесь есть все необходимое не только для прыжков с трамплина, но и для лыжных гонок, фристайла, биатлона. По всем объектам, готовность к построительным работам, кроме лыжни, стопроцентно, в основном остались работы, связанные с монтажом спецсистем, которые начали поступать частями, ведется монтаж. Это чтобы провести этот пункт. В принципе, каждый объект, он уже все стоит и ждет вот этой начинкой. Начинять, а точнее монтировать оборудование специалисты немецкой фирмы начнут уже на следующей неделе. Разберяем оборудование специалистов, оборудование специалистов, чтобы это составлять. Он говорит, что мы 25-го однозначно начинаем, там ничего нам не помешает. Проговорили мы с Тагилстроем все детали вчера, и у меня на сегодня есть полное уверенность, что Тагилстрой обеспечит те условия, необходимые условия, которые нужны для монтажа горе-разгона, но в очень сложных условиях. Монтаж будет идти в ненормальных условиях, можно так сказать, поскольку все-таки зимний период, но проработаны все варианты. По условиям госконтракта, первая очередь реконструкции комплексов, в которые входят трамплины, будет завершена в этом году. Вторая лыжный стадион в 2013. Также в СМИТе учтен вопрос подготовки и переквалификации специалистов, которые будут обеспечивать эксплуатацию объекта. Дополнительных денежных вливаний отметили сегодня на совещании не будет, кроме тех, которые обещали. Давайте не будем забывать, что мы с вами все вместе расходуем бюджетные средства. У нас все наши с вами затраты должны быть обоснованы, подтверждены. То есть, поймите правильно, стоит на защите не только своих интересов, ваших, и в том числе и областных интересов. Те транши, те обещания, которые мы говорили, все будет сделано мгновенно, потому что на контроле находятся губернатора и писателя правительства. В пользу случаям, здесь находится пресса, я хотел бы поблагодарить и «Тагилстрой» за качественную работу и Алексея Архиповича, потому что те ресурсы, которые были необходимы, и очень важно, чтобы было по контролю Сергея Константиновича, были получены. Ситуация находится под личным контролем Сергея Носова. Фактически то, что мы ожидали, и то, что планировали, и то, что обещали губернатору, сегодня, в общем-то, понятно, и мы к этому пришли. В течение недели будут подготовлены окончательные графики, с учетом требований и возможностей немецкой стороны, фирмы Питера Ридерга МБХ. И вот уже эти графики мы будем очень жестко контролировать, и здесь все бурные оперативки еще впереди. Самая важная задача, отметил Сергей Носов, в январе-феврале 2013 провести тестовые испытания, а в марте континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. Все должно быть закончено в тестовом испытании. Никаких повлажек. То есть, тестовые испытания рассматривают так же, как и межконтинентальный кубок по прыжкам. Если мы его назначим, никто проигрывает. Отменять его не будет, переносить. Вместо игровых зон шесть для стриптизов. Взамен детского меню винная карта. Скандальный торгово-развлекательный центр «Стар» опять в обсуждении. Теперь уже в мэрии. Сергей Носов на своем первом совещании на посту главы города разбирал насущные проблемы сферы градостроительства. Все подробности в репортаже Ольги Шульги. Это двухэтажное здание не раз становилось темой для обсуждения в СМИ и вызывало резонанс общественности. Два года назад тагильский предприниматель решил сделать здесь детское кафе. Собрал необходимые документы, получил разрешение на строительство. Однако на деле появилось заведение другого формата. Для взрослых – ночной клуб, ресторан и торговый центр. Правда, в таком виде, вероятнее всего, ему оставаться недолго. Сегодня на своем первом совещании на посту мэра города Сергей Носов поручил главе Тагиллстровского района и чиновникам разобраться в ситуации. Причем в кратчайшие сроки – за неделю. Роспотребнадзор и прокуратура, на мой взгляд, должны разобраться, почему в детском кафе торгуют спиртными напитками. Я думаю, что они немедленно это сделают, потому что какие-то серьезные обстоятельства, занятость, наверное, не давала им сделать это раньше. На заседании градостроительного совета были подняты и другие насущные для города вопросы. Один из них – застройка микрорайона Александровский. По проектам там запланировано строительство малоэтажек, однако они, по мнению мэра города, не снимут проблему отсутствия жилья. Ты 200 тысяч квадратных метров на малоэтажке не поднимешь. А людям нужны квартиры, в том числе, в замену аварийного. Заниматься проектами застройки должен будет главный архитектор города. Ранее этой должностной ставки не было. Предложения по кандидатуре и обязанностям нового должностного лица за неделю должны подготовить члены градостроительного совета. Ольга Шульга, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. У тагильского управления МВД появился начальник. Эту должность занял Еврагим Абдулкадыров. С июля этого года он был исполняющим обязанности начальника ММУ МВД Нижнетагильское. 11 октября по приказу министерства его назначили начальником. Сегодня Ибрагим Абдулкадыров провел свою первую пресс-конференцию. Об итогах и планах полицейских смотрите далее. Полицейские займутся управляющими компаниями, особенно теми, где складывается подозрительная ситуация с финансами. Первая ласточка у нас уже есть. Вчера мы возбудили уголовное дело в Зержинском районе. По управляющей компании ЦСЖ Покровского-1, где произошло хрешение денег на сумму свежего 1 миллиона рублей. Подобных дел, говорит Ибрагим Абдулкадыров, несколько. Сейчас при Тагильском управлении создана специальная группа по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории. Это достаточно проблемные вопросы. Приходится привлекать огромное количество сотрудников и специалистов, которых, к сожалению, у нас пока нет. Мы их будем привлекать со стороны этих специалистов. С компаниями, которые нарушают закон Российской Федерации, с компаниями, которые не выполняют свои обязательства перед жителями, собирают деньги и не оказывают качественные услуги, Такие компании по закону Российской Федерации на рынке работать не должны. Это не мое желание. Это закон Российской Федерации, который должен выполняться в том числе на территории города Нижний Тагиль. На пресс-конференции Ибрагим Абдулкадыров затронул тему создания опорных пунктов полиции для участковых уполномоченных. Сейчас действует четыре десятка таких пунктов. Необходимо еще 34. Особенно в отдаленных микрорайонах, в частности на Руднике и Старателе, в Покровке и Северном. Помещения для опорных пунктов там уже найдены. Средства на ремонт комнат выделит муниципалитет. Также на встрече с журналистами говорили и о работе общественного совета. Глава Тагильского гарнизона полиции планирует его расширить до 20 человек и плотно сотрудничать с ним. В здании нашего управления я в самое ближайшее время видел им помещение кабинета с табличкой «Общественный совет». Далее фотографии цветные со всеми сотовыми телефонами и прочими всех членов общественного совета, а также будут размещения здесь. Значит, вся эта информация будет размещаться во всех районных отделах полиции города Нижний Тангел и пригородного района нашего. Ознакомил журналистов Ибрагим Абдулкадыров и с новым нормативно-правовым актом, разработанным новым министром МВД России Владимиром Колокольцевым. Бумага Госдумы пока не одобрена. Документ – так называемая дорожная карта. В ней несколько направлений, в частности, создание единой статистики преступлений по России, оптимизация действующих структур, должностей и штатной численности. В ходе первого этапа реформирования была сокращена численность по Нижнему Тагилу. По Нижнему Тагилу сократили порядке 500 сотрудников полиции были сокращены. Это какие службы? Это основные службы, те, которые работали с населением. 100 сотрудников патрульно-постовой службы. Такое же количество сотрудников сократили в ГИБДД. Были сокращены сотрудники службы участковых уполномоченных. 68 человек были помощники. Ну, в целом 84 сотрудника, 84 человека тоже были сокращены. Кадровые перестановки снова грядут в Тагильском МВД. Вся предыдущая команда – экс-главы полиции Алексея Умывалкина, а это 13 человек, на своих местах отсутствует. Честно писали рапорты на увольнение. Несколько сотрудников перевелись в полицию Ростовской области. Некоторые находятся в отпусках и на больничных. Мы проинформируем. Пока их нет. Поэтому есть достаточно серьезная проблема. По многим подразделениям мы не можем туда завести и назначить людей. По закону они имеют право находиться в больничном 4 месяца. Только после этого можно их выводить за штатами. Вот такая проблема. Судьба экс-начальника Алексея Умывалкина, начальнику Тагильского управления МВД, неизвестна. Сбил пешехода и скрылся. Очередное ДТП произошло накануне новогонки. 11-классница спеша утром в школу переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбила пятерка. С места аварии водитель уехал, но его удалось задержать. Такая женщина спросила, надо все нормально, давай ее все вытеряй. Я приехал. Просто перед нами такая ситуация, помечается, и я уехал. А вот сама девушка этот момент не помнит, сообщили в ГИБДД. Из-за шока у нее провал в памяти. Сейчас она находится дома с сотрясением головного мозга и ушибом руки. Да, нетрадиционной медицине. Положительную оценку лечения нестандартным способом ДЦП дали врачи Тагила и Качканара. Семинар по ипотерапии для сотрудников медицинских учреждений этих городов провели сотрудники Евраза в рамках благотворительного проекта «Евраз детям». Собственными глазами медики увидели, как благодаря лошади дети буквально встают на ноги. Убедилась в этом и Елена Терехова. Мы в точности так же ввозим ребеночка в разных направлениях, чтобы он стимуляцию получил как на правую, как и на левую. Словно в колыбели она расположилась на лошади. Тревожной за пределами конного комплекса Кате здесь само спокойствие, говорят родители. Ни один сон на сильной спине животного она увидела. Вот уже три года лошадь Маша для девочки лучше любой сказки на ночь. Мы начали сначала ездить, она у нас крепче стала. Начала на руках операция. Потом она у нас переворачиваться начала. Конечно, это не так быстро, как хочется. Но для нас любое, что она лучше делает, начинает что-то новое. Делать для нас уже успех. Прокатиться на лошади за год успевает около 60 детей. Два курса по 10 занятий проходят за 12 месяцев. Родители, говорят, в комплексе воспринимают это общение как шаг к выздоровлению. Дети видят нечто большее. День рождения лошади ждут больше всего. Отыскали Машу в деревне сотрудников комплекса, привлек спокойный нрав и хороший ровный шаг лошади. Именно эти критерии помогают в ипотерапии. И не прогадали. Вот уже пять лет Маша помогает ребятам с диагнозом ДЦП обрести полноту жизни. Такие занятия, говорят сотрудники центра, делают индивидуальные. Дети, ровно как и лошадь, под прицелом взглядов чувствуют себя дискомфортно. Сегодня эту традицию нарушили те, кто вот уже год выписывают направление на ипотерапию. Собственными глазами пришли посмотреть, как лошадь лечит. Ипотерапия – это известный метод лечения. Конечно, медики все знакомы с ним. Мы очень поддерживаем. Хотелось бы, конечно, чтобы это у нас было в комплексе продолжения. То есть сочетание физиотерапевтических, лечебно-диагностических процедур с ипотерапией, как одним из методов реабилитации. Медики Качканара тоже тут. В их городе, оконном комплексе, только мечтают. Восемь детей с диагнозом ДЦП приезжают в Тагил за здоровьем. Кому-то эта процедура более показана, кому-то менее показана. Кому-то она просто как, скажем, развлечение. Кому-то это жизненно важно. А кому-то, к сожалению, может быть, это вообще не поможет. То есть вот здесь мы хотим, чтобы нашей аудиторией стали именно те детки, которым это действительно необходимо и которых от этого есть наибольший максимальный эффект и прогресс. Сейчас этот проект носит статус социально-благотворительного. Эта встреча, надеются, здесь станет новым витком в его развитии. Мечтают евразовцы о большой поддержке медиков, чтобы проект приобрел статус физиотерапевтической реабилитации. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Ее величество – зубная щетка в Нижнем Тагиле. В городе появилась новая социальная оздоровительная программа. В ее рамках стоматологи в тетрализованной форме рассказали детям, как ухаживать за полостью рта. Еще раз вспомнила о гигиене наш корреспондент Елена Терехова. От завтрака воспитанники детского сада не оставили ни крошки. На тарелках воцарились зубные щетки, как бы напоминая время чистки зубов. Вот, ты ручку не нажимай, ручку не нажимай. Вот так, сверху, ты не останется. Правильные движения щеткой показывают опытные зубные врачи. Понимать стоматолога с полуслова дошкольникам помогает дракон с голливудской улыбкой. С помощью вот таких театрализованных уроков дети не только постигают азы правил гигиены, но и с малого возраста узнают, как устроены зубы и даже что такое пульпа. Программа направлена на то, чтобы предотвратить распространение кариеса, побудить детей следить за своим здоровьем, обратить внимание на профилактику. Приходишь уже с одного занятия, когда на другое, они докладывают, зубы я почистил, о маме я рассказал. И иногда даже родители говорят, что а мы, оказывается, не знали, что именно так надо. И ребятки учат еще родителей, как правильно зубы чистить. О важном врачи рассказывают малышам с четырех лет. В России так называемые кочующие стоматологи появились шесть лет назад. И только в этом году оздоровительная программа дошла и до нашего города. Дети приобретают привычки, которые потом в дальнейшей жизни перерастают в потребность. То, что заложено в детстве, конечно, будет пригодиться в дальнейшей их жизни. Правильные привычки стоматологи успели привить воспитанникам уже восьми дошкольных учреждений. Занятиями посещают также и школы, и интернаты. Кто за своим здоровьем все же не уследил, приглашают на прием в поликлинику. Но надеются, благодаря беседам в учебных учреждениях, встреч на территории стоматологического кабинета станет намного меньше. Елена Терехова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Бэк-вокалистка Мадонны с сольным концертом в Нижнем Тагиле. В филармонии накануне выступила американская джазовая певица Ники Харрис. Покончив с бэк-вокалом, сегодня Харрис сосредоточилась на сольной карьере. Как встречала звезду тагильская публика, Наталья Егошина расскажет. Привет! Привет! Озорная и органичная, яркая и раскованная Ники Харрис сразу же очаровала и покорила зал. Юмор и непринужденность, музыкальная выразительность и владение джазовыми техниками завоевали тагильских любителей джаза. В Екатеринбург она приехала по приглашению клуба EverJazz, а в Нижнем Тагиле работала с одной из самых известных джазовых екатеринбургских групп JazzArt. Потрясающий голос, заряжает энергией и вообще владеет техникой джаза. И на фоне нее мне очень нравится, как звучат наши музыканты. Ники Харрис – дочь номинанта Грэмми именитого джазового пианиста Джина Харриса. Начала она свою профессиональную деятельность с небольших клубов Лос-Анджелеса. Ники выступала и записывалась с такими всемирно известными музыкантами, как Мик Джаггер, Уитни Хьюстон и многими другими. На протяжении 16 лет Ники являлась официальной бэк-вокалисткой Мадонны. Регулярно гастролировала по США и Европе со своим джаз-бендом. В Тагиле Ники Харрис выступала с трио известных екатеринбургских музыкантов. Вокалистка и танцовщица, импровизатор и провокатор – певица умело управляла настроением зала. Вот эта девушка из ряда хороших, очень крепких джазовых певиц. Естественно, работать с такими людьми, они дают многое. То есть от них заряжаешься, от них учишься правильно этой музыке, какой-то жизни, да, потому что они же черные, мы белые, у нас менталитет другой абсолютно. Музыкальный вечер филармонии под названием «Любовь и мир» завершился овациями. Ники обещала приехать еще. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Егошина, Александр Штраух, Игорь Егошин. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина четверга. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам и получайте призы, делайте новости вместе с нами. Наш телефон 4195-51. Адрес сайта www.tagildefestv.ru. Раздел «Сообщи новость». Завтра с новостями пятницы вас познакомит Алла Кузнецова. Всего доброго.